Сейчас производство виниловых обоев на предприятии остановлено. Главная работа здесь связана с контрольными мероприятиями, которые проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Различные режимы и нагрузки, новые краски. Необходимо точно выяснить, какое именно вещество создает неприятный запах. В начале марта на гумеля обоях и прилегающей территории работали ученые из Санкт-Петербургской лаборатории имени Менделеева. Методик, который здесь используется, нет ни в одном исследовательском учреждении Беларуси. Данные на предприятии получат до 23 марта. Мероприятия будут проводиться и в дальнейшем для того, чтобы минимизировать то, что беспокоит людей. Это, прежде всего, запах. Установить причину и, соответственно, чтобы его аннулировать. Это шум. Мероприятия уже проведены, но еще требуют проведения корректировки и проведения также мероприятий по самому цеху производства виниловых обоев. В ходе совещания с участием руководства области и холдинга «Беларусские обои» речь о мероприятиях, которые необходимо выполнить в ближайшее время. Начиная от перехода на более качественные краски до модернизации внутрицеховой вентиляции. Кроме того, в начале марта на промышленной трубе установили специальный озонатор, который будет бороться с неприятным запахом. В возобновлении работы цеха виниловых обоев заинтересованы все – контролирующие организации, местные органы власти и само предприятие. Обязательное условие одно – производство должно быть абсолютно безопасным. Будем строить защитный саркофаг вокруг шумового барьера, чтобы убрать его. В течение 10 дней мы планируем это все сделать. Сделать эти все работы, мероприятия. Я думаю, что положительный эффект от них будет. Кроме того, в течение этого срока мы должны получить заключение института имени Менделеева, который подскажет нам о том, какие же вредные загружающие вещества имеются в окружающей среде, что выбрасывает предприятие. Алексей Нтеров, Олеся Рузенкова, Евгений Макеенко. Новости недели.